Всем привет! Сегодня готовим чохохбили. Это национальное блюдо по праву входит в десятку самых популярных блюд грузинской кухни. Старину это кушанье готовили из молодого жирненького фазана. На грузинском названии тепчички звучит как хохоби. Теперь же готовят из другой птички, из курицы. Лучше всего брать небольшие кусочки на кости, бедра, голени, плечики. В каждом отдельном регионе, да что там, в каждой грузинской семье чохохбили готовят по-своему, рецептов не сосчитать. Я пробовала много разных, все очень вкусные, но сегодня хочу поделиться своим. Для приготовления нам понадобится 1 килограмм куриных частей на кости, у меня голень и плечики, 400 грамм резаных томатов, 400 грамм репчатого лука, 4-6 штучек в зависимости от размера, 2 молодые моркови, 2 сладких перца, половина перца чили, 4 зубчика чеснока, 3 столовые ложки соуса ткемали, 1 столовая ложка хмели, сунели, соль по вкусу и любая зелень для подачи. Основными отличиями чохохбили от мясного рагу являются, конечно же, грузинские специи и то, что мясо тушится в овощной подливе без добавления воды. Посуда, в которой будете готовить, тоже имеет значение, но не такое уж большое. Я не буду говорить про чугунную посуду, то, что нужен чугунок, потому что, ну, редко кто пользуется сейчас в современных кухнях на стеклокерамике чугунными сковородками или кастрюлями. Поэтому берите любую удобную кастрюлю или сковородку с более-менее толстыми стенками и начнем готовить. Лук очистите и нарежьте полукольцами. Молодую морковь хорошо вымойте и нарежьте соломкой. Можно взять и немолодую обычную морковь, только не забудьте тогда ее почистить. У сладкого перца удалите семена и нарежьте тоже соломкой. Теперь хорошо разогрейте сковороду или кастрюлю и обжарьте в ней курицу до румяной корочки. Чтобы мясо не пригорело, добавьте растительное масло. К обжаренной курице выложите лук, морковь и сладкий перец. Перемешайте и обжаривайте все вместе 4-5 минут, периодически помешивая. Затем добавьте резаные томаты. Посолите по вкусу. Я кладу 1 чайную ложку соли без горки. Добавьте хмели-сунели. Перемешайте, доведите до кипения. Затем уменьшите нагрев до среднего, накройте крышкой и оставьте тушиться на 30-40 минут. Тем временем измельчите чеснок и острый перец чили. Добавьте их к кемале и перемешайте. Кемале это кислый грузинский соус из сливы. Бывает красного и зеленого цвета. В готовые чахахбили добавьте соус кемале с чесноком и чили. Перемешайте, уберите с плиты и дайте блюду немного постоять под крышкой. При подаче посыпьте ароматной зеленью. Наше чахахбили готово. Такое буйство красок, вкусов и ароматов, а со стола сметается моментально. Остаются только косточки и хорошие воспоминания. Приготовьте, не пожалейте. Список ингредиентов в описании под видео. Всем огромное спасибо за просмотр. Балуйте себя и своих близких. Пока-пока! В старину его готовили из заяц еще раз. Пожалуйста, в старину. Это национальное блюдо по праву. Лучше всего брать маленькие кусочки на кости, бедрышки, плечики или голени. Звучит как хохоби. Сейчас же это самых популярных блюд. Блюд. И это национальное блюдо по праву. Ну и то, что мясо. У меня голос улетел. Основными отличиями такое буйство красок. Буйство. 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 Блин.